Так, я с вами, ребята, спасибо всем за звук, Александр Кузьмин на связи. Хотел всё-таки про любовь, про взаимную любовь и так далее, про мою ситуацию, про мои ситуации рассказывать. Интересно же всем, конечно же, значит, почему у меня вообще никогда в жизни не было взаимной любви серьёзной. Нет, не так. У меня всего лишь один раз в жизни была взаимная любовь. Один раз в жизни. И то, ну как бы, не сказать, не называть её серьёзной. Почему? Потому что возраст, возраст. Но тем не менее, всё равно эта любовь безумная, по крайней мере, с моей стороны была. О, о, я прям горел вот эти вот чувства, переживали, что всё время думал о человеке. Вот про это порассказываю. И почему у меня нету с тех пор, с тех ранних лет и до сих пор ничего даже близко подобного. Хотя там чё такого, хотя там чё такого-то, не сказать, что прям супер-пупер. Почему? Почему? Почему я мучаюсь? У меня нет баб, у меня приходится гоняться за писочками, у меня всё плохо. У меня каждый день как последний, каждый день мучения, каждый день это казнь. Что я без девушек, у меня всё это, я боюсь людей, у меня всё ужасно. Всё ужасно, у вас прекрасно, а я мучаюсь. Пип! Тут хочется сматериться. Почему? За что? Но тем не менее, вот я вот расскажу. Знакомство. Общий друг нас познакомил с девчоночкой возраст. Мне 6 лет, я только в первый класс собираюсь поступать. А ей 4 года, ну при этом, она мне понравилась сразу же. Да, в том возрасте уже, пожалуйста, ты мог представлять, красивое или некрасивое, нравится или не нравится. Да. Может быть там не было такого, что сексуального возбуждения, но она просто всё равно чувства уже испытывала, уже нравилась она мне. Уже что-то понимал, что что-то там в дальнейшем какие-то чувства уже другие будут там испытываться. Когда организм перестроится, значит, паутинка, двор. Вот сразу же вам такое переживание яркое с того дня. То есть я помню первый день знакомства с этим человеком. Она в юбке там своей девчачьей лазит по этим паутинкам, а когда ты в юбке, извиняюсь, по паутинкам лазишь, то что у тебя? Ну разумеется, что звезда виднеется, анда виднеется. Ну, по крайней мере, трусы точно видны. Но у неё, вот именно что там, я в первый же день, вот у своей первой любви увидел... Вы поняли, что. Но я не из-за этого в неё влюбился, не из-за этого она стала моей любовью. Я более-менее нейтрально к этому органу отношусь, ну как бы что-то интересное, но тем не менее. Тем более я до этого уже как бы видал, видал они такое, всё-таки я в детском саду был, как бы школа жизни, я родился в 70-м Москве, накрою города, да. Значит, вот, не буду палить, как её зовут. Ну, там вот прошло где-то два года, ей уже шесть лет, да, мне восемь. Днюха у неё. И бабушка говорит, чтобы она всех поцеловала, кто к ней в гости пришёл. Там, кстати, был и тот друг, который познакомил меня с ней. Ну, она его поцеловала, но у меня никакой ревности не было. Я, наоборот, не наоборот, а я кайфанул вот именно поцелуя от её. Вот это вот первый раз меня в лоб поцеловали в жизни. Первый раз меня в жизни поцеловала девка, насколько я помню. Да, вот. Ещё усилилась моя любовь, она уже тогда началась, потому что она мне внешне нравилась. И тут вот она усилилась. И потом, там, через некоторый период, был такой денёк вообще классный, я тоже его до сих пор помню. Значит, я у неё спрашиваю, кого ты любишь? Она там, давай, тэн-тэн, кого-то там с кружка, может быть, одного. А до этого про родственников говорила, и такая вот стесняется, и так вот крутанулась. И тебя, говорит, ох. Это безумство. Ещё сильнее у меня закрепилась любовь к ней, вот после этого, и тебя. Ну, не думаю, что она мелкая была, ну, ядрём. Она мелкая, ну, шесть лет, какая-то может быть любовь. Ну, у меня-то уже, я-то уже взрослый, серьёзный человек, у меня, как бы... Ну, я тоже крутанулся, хотя я не так стеснялся. Её запародировал, но не запародировал. И так же говорю, а я тебя. Вот, всё. Тут мы уже словесно подтвердили, да, наши чувства, как бы, несмотря на возраст, опять же. И вот в тот день мы играли в прятки там, в нашем этом дворе. Но у нас жил раб. Она тусовалась в этом дворе, потому что у неё там бабушка жила, на пятом этаже, в соседнем доме. А я жил, потому что это мой двор, я его держу. И вот дерево, мы в прятки играем, мы спрятались за одним деревом. То есть она тут и я. И так вот это... Я с ней не обжимался, такого не было. Я больше к дереву прикасался. Но она тут рядом. И вот я понял, что она несколько минут назад сказала, что она меня любит. Я вот плыву, плыву, плыву. У меня из сердца источаются такие чувства приятные. Там кайфует сердце, фонит, фонит, понимаете? Во, о, о, о. О, полоний, радий и так далее, литий. Вот такие вот дела. И, значит, вот после этого я, блин, как уже магнититься к ней начинал. То есть всё время о ней думал, думал, думал. Даже если далеко, она недалеко. Всё время ждал её, когда она уже к бабушке придёт, к своей. Жила она там чуть подальше. Но тем не менее. Потом я всё время смотрел в бабушке, ну её окно, на этот пятый этаж. Потому что она периодически, ну когда была у бабушки, она, разумеется, туда иногда посматривала. Вдруг во дворе кто-нибудь говорит, вдруг я там есть. Я поэтому всё время как ненормально смотрел это окно. Но тут такое вот какое-то маниакальное состояние было. Из-за этого у меня ещё психика немножко стала двигаться уже с тех времён, да? Но потому что ядрён батон. Потому что она жила не в нашем дворе. И я её редко, достаточно там, раз-два раза, но для меня это мало, в неделю видел. Вот, всё время мне приходилось так вот. Время о ней думал, даже вот представлял, там, как говорится, когда это чуть постарше уже, что там, ну, перед сном, там, всё такое. Да я, кстати, ещё тогда вообще, возможно, даже про кекс ничего не знал. Но что-то такое уже примерно, ну, вы понимаете, там, то, сё, пятое, десятое. Представлял ещё, что у неё, у родителей будет машина дорогая, и что они поменяются машинами своими родителями, дадут мне, это, в общем, моим родителям машину не с того, не с сего, но с припугу, с какого-то там дорогого. Вот такие вот дела происходили, да? Блин, ну это пересон, так мечтал, мыслил, всё время о ней думал, и всё время ждал, и когда её встречал, когда, ура, она пришла к бабушке, ну, наконец-то, я так кайфовал, с ней общался, там, ой. Но наступает, наступает период в жизни девчонки, так скажем, наверное, до периода полового созревания, лет так до одиннадцати, до двенадцати, до пубертатки, вот, примерно три-четыре года, почему-то, ну, возом многих девушек, девочек, когда они почему-то перестают общаться с парнями. Им парни, тем более парни их возраста, становятся неинтересными. И вот, в её жизни этот период настал, да, тем более, там ещё я переехал, впоследствии, из этого двора совсем в другой район, и мы с ней, ну уж, перестали видеться, ну, не виделись, раз, как бы, с нами, со всеми, с кем общалась, как бы, разругалась ни с того, ни с сего, ну, просто перестали мы её интересовать, вот. Прошлали в боже, завяли помидоры. Так, 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 и через некоторый период, там, я пришёл опять в этот двор, потому что у меня там друзья были, как я её встретил случайно, она спрыгивает с машины, там, на полузаброшенной машине, там, на багажнике стояла, и вцепляется мне в волосы, ни с того ни с сего, нахрена это было делать. Ну, кстати, меня мать тоже так же за волосы драла, ну, в принципе, я вот запомнил тоже такое ощущение, что я даже кайфанул с этого, что, ну, наконец-то, хоть так она проявила со мной какую-то коммуникацию, взаимодействие, да, что ни Т, ни Т, ни Б, ни Б. Ну, и всё, и потом мы с ней не виделись, не виделись, не виделись, там, несколько лет, а ВКонтакте я её нашёл, нашёл, у неё был контакт уже, хоть она и мелкая, но она уже не мелкая, и вот ей уже 13-14 лет где-то, соответственно, мне 16-15, и я говорю, вот ты меня помнишь? Помню, это прекрасно, я тебя тоже помню, давай встретимся. Ну, мы через какой-то период, через несколько месяцев, не сразу же, ну, встретились, опять я приехал к ней, ну, это двор свой бывший, там, где у неё бабушка живёт, и знаете что? Ну, я примерно это предполагал, хотя нет, у неё ВКонтакте старые фотки были, полугодовой, годовой давности, а там же двухгодовой, там же быстрей годовалой, там меняются в таком возрасте девчонки. В общем, ё-моё, короче, она перестала мне нравиться, потому что сильно изменилась, вот так вот я скажу. А, ну, подробности не буду рассказывать, но там с лицом такие метаморфозы определённые произошли, что, ну, перестала мне нравиться, ну, прям супер нравится мне перестала, как раньше. Чё-то я подумал, что, наверное, не буду я с ней ничего там, уже прям ещё серьёзнее начинать, уже какие-то отношения, уже в возрасте 13-15 лет уже можно что-нибудь думать, там, кекс, не кекс, и так далее. Вот я вот за то, что она мне как-то что-то... Может быть, я совершил ошибку, но нету всё. И, соответственно, самое-то интересное, что с четырёх её, ну, из шести моих лет я с ней знакомый, я с ней общаюсь и по сей день. Но не часто, потому что смысла в этом не вижу. И вот я жил в том районе, это был тот двор, в принципе, ну, та местность, где... Ну, там, заводчане и всё такое, много заводов. Короче, очень много ше. И по сей день, да, тоже. Ше-ше-ше. И в том числе вот эта вот девчонка, она ше является, ше, да? Соответственно, у неё есть парень. Но у неё уже много парней было с того момента. Мы с ней взаимодействуем, общаемся, но не как друзья, как, скажем так, по прошлой памяти и так далее. И вот была ситуация, что ей нужно было соскочить с одной ветки на другую. То есть расстаться с парнем. Он её, ну, заколебал кем-то там, что не знаю чем. Ну, надоело просто, захотелось что-то новенького. А говорят же, что девчонки, девки, как обезьяны. Что пока не прицепятся к другой ветке, с предыдущей не соскочат, да? Вот они так же и в отношениях. Пока не найдут нового чувака, они старого не выкидывают. Вот она в таком состоянии поиска находилась. И, соответственно, мы там с ней гуляли, она меня в кино позвала. Нет, вообще, мы вместе с ней, по взаимностному согласию, пошли в кино. Но, теоретически, как бы, если бы она мне нравилась, прям, как вот раньше, можно было и намутить, сами понимаете, что. Но это если бы она прям совсем нравилась. Но, всё-таки смущало, разумеется. Я ей прям так и сказал, что у тебя парень, ты что, он там пишет, он тебя ждёт, он тебя... Парень этот меня знает. Он, как бы, с ним... Он не в таких отношениях. Вот, как бы, из-за этой солидарности мужской, из-за жалости к нему, я с ней, как бы, аккуратненько, так это ничего, как бы, более-менее, себя вёл, никакого кекса и так далее. Ну, такие дела. А вообще, видео про всё-таки взаимную любовь, почему у меня вот так вот это самое, нету до сих пор взаимной любви, сколько лет уже мне, как говорится. Там она была, но это чё, детский возраст, там, детский лепет, там, 4-6 лет, ну, и там, до 8. Ну, это хрень. Да потому что, я вот, когда влюбляюсь, всё, вот с того момента, вот, как у меня с детства, я начинаю, ну, маньячествовать. Ну, всё, просто погружаешь в человека, а если эта любовь не взаимная, ну, блин, такие ситуации, разумеется, с кем не было, что девка вот ни да, ни нет, не говорит, вот, как они любят, что давай медленно всё, а мне надо быстро, мне быстрее, что значит медленно, мне вот уже счастлив, я уже влюблён. Она, ну, давай там это медленно, у меня прошлое, там, тяжёлое было, что давай это, давай то. В общем, а я наоборот, я к ней примагнитился, сразу же лезу, липну, липну, ей это не нравится, взаимных чувств я не получаю от неё. И, в общем, это потом, в общем, вот из-за такого, что я очень сильно, как бы, влюбчивый, там, раззависимый, а, как правило, там, это ещё и отпугивает взаимной любви, не испытываешь, это надо ждать, когда она, девка тоже начнёт к тебе испытывать какие-то чувства, и после этого уже, как бы, активизирует этот рубильник, что можно начинать чувствовать. И поэтому я блокирую, блокирую, блокирую себя эти чувства влюбления, и доблокировался. Как я говорю, у меня по сей день ничего не делать, ничего, я страдаю, мучишь меня, никого нет, как бы, вот я вот просто со вчерашнего дня понял, что нихрена себе, какого хрена, а хочется уже, хочется, но уже в таком возрасте, что как бы надо, тем более сейчас весна, ну, посмотрим, как это всё будет. Может быть, я совершаю ошибку, что я блокирую себя, вот это вот чувство влюбления, но ещё раз, если я начну в кого-то влюбляться, это звездец, а, как правило, всё-таки в моём состоянии, к сожалению, чувствуют и будут невзаимные. Это вот потом так рушится всё, муки, муки, знания вот эти вот. Зачем это надо? Лучше не влюбляться, как бы так это на холодке двигаться, но это в моём состоянии лучше не влюбляться, а так я всем вам советую влюбляться, кальфовать, что вот как вот дети, как я вот тогда 8 лет, всё равно вот это вот что-то там присутствует, какое-то там приятное чувство, оно тебе драйва, энергии придает. Сейчас у меня нету ни драйва, ни энергии, ни мотивации, вот у Лёши подниместного нету, он всё про кекс говорит, потому что, ну, у него как бы основная идея, что нету кекса, никто ему не даёт кекса, он хочет кекса, 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 а я, как вы знаете, как многие из вас знают, кто видео внимательно смотрит, что я терпеливый, как бы у меня был период воздержания, там, в самый серьёзный период, когда все, у всех это только начинается, движение на кексуальную тему, там, да, хочется очень сильно, а вот я вот два, даже больше, чем два года терпел, 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 ничего не делал, не занимался там, онанизмом и так далее, так что, в принципе, у меня ну с тех пор ещё, я, я терпеть умею, я это понимаю, у меня нету кекса такого, что ооооо, отношения к нему, что вау, надо, 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 со всеми, там, пэм, пэм, тэм, нет, 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 это тем более не по православному, я как бы самовоспитанием занимался, там, вот этим, прокачкой духовности, но я про это вам тысячу раз уже рассказывал, что тут я, не то чтобы, я не гоняюсь вообще абсолютно с этим кексом, и вот, вот тут я сейчас подумал, что, ну, всё-таки вот эта вот влюблённость, наверное, не помешает. А вот Лёша Поднебесный гоняется. А вот сейчас я думаю, что вот это вот мне нужно. Это вот, скорее всего, нужно. Весна? Ну, посмотрим, посмотрим, как будет. Это всё в моём-то кого-то ещё там найти. Ну, посмотрим, да. В принципе, всё основное я рассказал, да? Рассказал. Ну, и вот, что и по сей день я сейчас с ней общаюсь, с этой девчонкой, ну, редко очень. Вживую я с ней уже чуть не хочу видеться. Она, кстати, с этим парнем до сих пор. Это интересно, что как бы она... Может, она... Осуждаю, конечно, может, она ему изменяла, может, неоднократно, но не с собой, с собой не надо это делать. Я тут не подпишусь под этой ситуацией. Контакты дать, чтобы с вами тоже... О, ладно, хватит всякого городителей. Ну, всё, в принципе, давайте, ребятки, чё? Не забываем взаимодействовать. Саша Кузьмин на связи был, вот так вот у нас всё это происходит. Мучаюсь, мучаюсь, я каждый день мучаюсь. Я уже заколебался, мне уже надоело, что у меня ни девушки, ничего, ни взаимных чувств, ничего, ни любви нет. Энергии отсюда нет. То есть страда. Вся энергия уходит на мучения, на мучения. Всё высасывает у меня вот эти вот мучения, понимаете? А тратизина. Продолжение следует... Продолжение следует...